Всем здарова, братва, на связи, как всегда, я, Малфой, и это 146 серия пути бомжа на Хасл Онлайн. На балансе у нас почти 30 миллионов, и нужно с этой бедноты как-то вылазить. Да, для кого-то это может быть огромные деньги, но точно не для меня. Как говорится, цели из списка сами себя не закроют, среди которых, напомню, покупка АЗС и покупка Витряка. Разбираемся со всем своим хламом в инвентаре, и на продажу идёт скин работяги за 55к, запчасти к рулю за 250 и другие предметы. По балансу фиксируем минус 2кк, зато по предметам для крафта вот такая вот картина. Летим на всех парах в автосалон, и покупаем ещё Теслу за 6 льомов. Так как сейчас будет контент, думаю, самое время залутать один из них. И вот тут уже и скейт хотят у меня купить, по цене предложили 10 льомов. Братишка, спасибо, конечно, но он стоит в 2 раза дороже, и опа, поставим на одежду. 657к финальная ставка, и вот некит говорит, что с Евросоюза никогда не падает эксклюзив. Хотя, кстати, да, я только вспомнил, что бустер мне падал с Эмирата. Итак, открытие пошло, и внутри у нас самые обычные скины, и в минус мы ушли на 200 тесей. Остальные контент начинают крутить, а мы опа-пап на скейтике отправляемся на шахту. Опа, тут уже электрический зазик продаёт, и по цене говорит 50 льомов. Но уже хоть есть цена, от которой можно отталкиваться. Хотя, зачем мне эта информация, если я ещё ничего не скрафтил? Металл мы купили, и, собственно, что, я уже в гараже. Напоминаю вам, что это уже 11-я по счёту попытка. На всё про всё потрачено 110 миллионов, ну и шанс успеха, как всегда, 10%. Полетели! Вылезла кошечка неудачи, и я вообще никак не удивлён. Хоть бери, переходи на другие крафты. Вот есть дом на колёсах, и средняя его цена ляма 2. Но при условии, что для крафта нам нужно аж 10 запчастей к рулю, это вообще невыгодная тема. Единственная радость сейчас это мой скейт, и мы опа-пап будем ловить рандомную свалку. Это, смотри, ровно в Payday появилось, и сразу торгуемся за Форд Раптор. Успешно его забираем за 200к, и вот по другим вагонам ничего интересного. На кучу забираем диски, и больше ничего интересного я здесь вообще не вижу. Реально такое чувство, что разрабы после обновы её порезали, и теперь свалочка что-то не корми. Хотя ладно, заберём ещё и BMW за 100к, и ладно, братишка, держи 3000, и спокойно забирай свой запорожец. Мне не сложно, а тебе хоть будет стартовый капитал. А если ты ещё бы промокод хэштег Малфой бы вёл, то вообще бы стал миллионером. Бэха в утиль за 224к, а Форд Раптор ровно в 2 раза дороже. На скейтике летим в казик, покупаем 1к фишек, ставим на 1112, и здесь поражение. Докупаем ещё 1000 фишек, ставим на 28, выпадает число 15. Ставим ещё 500 на единицу, и выпало 19. Сейчас у меня реакция вот точно такая же, как и у Эжгена. А, кстати, я вам самый главный прикол скейта не показал. На нём мы можем кататься даже на красный сигнал светофора. Я вообще уже забуду, что такое штрафы. Перемещаемся за свой банан, и пора заценить, что там изменили опять на рыбалке. Вижу, цены на наживки и удочки стали чуть дешевле, и вот переместились мы к каким-то яхтам. И одна, кстати, открытая, о-о-о. Начинаем лютый фарм, и пока что никаких изменений я не обнаружил. И вот все наживки уже г-г. Продаем всё, что наловили, и тут плюс 58 тысяч. Не, ну слушай, вроде как даже нормально. Пробуем половить рыбку в другой локации, и вот так вот быстро у меня опять закончились наживки. И скилл начал прокачиваться быстрее, уже почти третий левел. Ну а со второго подхода мы плюсанули опять 60 тысяч. Не, ну слушай, это прям имба. Вот уже и, собственно, и третий левел рыбака, и спасибо за покупку скина работяги. Спиннинг накрылся медным тазом, вот такой вот по скилу у меня прогресс, и с продажи рыбы мы плюсанули ещё 42 тысячи. Вроде как прибыль стала больше, и износ на удочку уменьшился, но это всё нужно проверять на максимальном скиле, который я совсем скоро прокачаю. Ну а сейчас по расписанию свалка, где, прикинь, заспавнился дом на колёса. Начальная ставка 363 тысячи, но работяги уже набили 600к. Короче, забирайте. И, в принципе, в других вагонах ничего интересного, и на кучах та же самая тема. Я вот реально не понимаю, раньше спавнилось намного больше вещей. И вот скажите мне, если бы свалочка не кормила, то разрабы её бы просто так фиксили? Ладно, всё, залетаем в казик, 9 кофейшек я организовал, и по 500 будем ставить на разные числа. И подожди, вот так вот быстро залетела победа, серьёзно? Татью, это пятое число, которое мы угадали, и в списке целей, наконец-то, минус 1. Пытаемся выбить ещё, но на сегодня, кажется, удача закончилась. Но всё равно 20 кофейшек это нормальный окуп, и мы вернули себе баланс в 30к. Пока!